есть ли связь между кислотностью желудка и усваиваемостью жиров и звуков бетен гидрихлорид может быть полезен при низкой кислотности это очень большой нюансированный вопрос его нужно применять на каждого пациента отдельно но я скажу общие так сказать тренды тенденции значит есть связь между кислотой желудка и усваиваемостью белков до кислота на жиры практически не влияют они там инертны хорошо дальше если у вас есть это называется керментативная недостаточность нет это называется экзокринная недостаточность по кислотному типу желудка то есть у вас снижено количество желудок у клеток продуцирующую кислоту туда будет снижаться процент усвоение белков второй вариант экскреторная недостаточность по ферментативному типу если месяц изменит память это когда у вас снижается количество пепсина и пепсиногена это вот ферменты которые активируются в кислоте и тоже переваривают эти кислоты в белке вот в этих случаях есть этот белок может нету перевариваться надо сказать что эти состояние никогда не наступают на сто процентов то есть не бывает такого что желудок вообще не производит кислоты или вообще не производит фермент и это не будет очевидно до тех пор пока поджелудочная железа еще работает что так или иначе эти даже не до переваренные белки и на кислоты депетит репетиты проходят в тонкую кишку где выбрасывается банкариотический сок где гораздо более активны и белковые вот эти ферменты переваривающие белки до ферменты тоже белки поэтому поджелудочная железа будет дорабатывать за желудок какое-то время пока с ним уже что-то не приключится может приключиться можно переключиться то есть вот эта недостаточность она может быть незаметно сразу дальше вопрос ну раз уж мы пошли об этом говорить рассказать туда что когда возникает недостаточность по этому типу когда поражены клетки когда поражены клетки когда произошла уже атрофия атрофия слизистой оболочки желудка а это что такое называется атрофический гастрит но атрофический гастрит это редко самостоятельно заболевание то что атрофии не происходит на ровном месте до трофеи надо что-то быть то есть до трофеи что-то должно повреждать графе это стадия патологического процесса до атрофии существует воспаление да может быть острая если вы ночь что я очень ядреная такое выпить и лудок какой щелочь едку едку и например да детку едку и пищеводом обожжет и желудок обожжет вот это будет острое воспаление и от этого повреждения атрофия будет очень явно и быстро но чаще всего хроническое воспаление предшествует атрофии в патологических процессах случае желудка это хронический не атрофический гастрит который если долго идет не как вот не затохнет превращается действительно по трофический гастрит потому что организм смотрит на это все дело значит воспаление не проходит чтобы мы не делали воспаление проходит значит придется эту ткань отключать потому что мы на нее силы тратил у нас мунидет кого-то уходит не туда мы ничего пойдет не можем придется отключать ну типа такой логике рассуждение мунидет чтобы отвлекаться на то что не зарастает она либо ров трупцуется действительно когда трати возникает то там прорастает все соединительной тканью по сути рубцами шрам на желудке то есть при а тропическом гастрите на эндоскопии вы должны видеть что часть слизистой уже в рубцах атрофировано либо клетки желудка что еще хуже перерождаются в нетипичные для желудка клетки называется кишечная метаплазия она еще происходит у пищевода если на пищевод постоянно происходит эти нити зиологические рефлюксы кислоты там еще быстрее перерождение наступает поняли да то есть вы должны понимать что вот и спрашиваете про снижение кислотности она так-то ровно месте происходит то есть нужно чтобы клетки были повреждены которые делают кислоту хорошо они повреждаются они атрофируются только течение длительного процесса но если вы не наелись едкой щелочи до длительного процесса хранического гастрита если специфические симптомы хранического гастрита дорогие студент нет ось хронического гастрита нету специфических симптомов про которые мы точно можем сказать что-то а хренический гастрит нужно хренический гастрит может не болеть он может не проявлять себя болезненностью при пальпации он может не проявлять себя функциональными расстройствами функциональность пепсия что это такое изжога а боль в животе что там отрыжка изменение стула ну чаще всего это кишечная диспепсия когда запор диарея вздутие вот туда еще относятся вот это функциональность пепсия верхних этажей хроническом гастрите может быть может и не быть диагноз хронического гастрита он соответственно не клинический в первую очередь о в первую очередь морфологический то есть вам залезли эндоскопом посмотрели камерой увидели как каком состоянии слизистая если там на самом деле хронический гастрит или уже что пущебрежный его какая-то степень атрофии и какая-то степень того худшем варианте метаплазии ну или метаплазия это по сути предраковое состояние и полип доброкачественное образование это тоже предопухолево предраковое состояние вот и за всем этим это все исходы название исходы воспаления воспалительного процесса хронического чаще всего ну или если вы пить еще лучше острова поэтому возвращаясь к вашему вопросу да чтобы понять надо ли вам принимать препараты повышающие а вот и тут кислотность или ферменты вам надо знать в каком состоянии ваша слизистая если ваш с ваша слизистая состояние хронического гастрита то дополнительное повышение кислотности едва ли будет положительным потому что слизистая желудка и так постоянно контактирует с кислотой и кислота в этом уравнении является фактором агрессии она стоит то так скажем равно равенства фактором агрессии после равно стоят факторы защиты среди которых слизь зачитайте простагландин и и так далее значит если в этом уравнении точнее вот если увидите гасит хронический значит в этом уравнении уже нету равенства а уже знак больше сторону факторов агрессии среди которых на первом месте кислота знаете что в угнетении меньше находится слизистая при себе способность сдерживать кислоту снижена и если мы нальем сверху еще кислоты виде священного бетаина гидрохлориды которые все жрут вы быстрее попадете ко мне на прием поэтому быстрее заказывайте сахерба как можно больше бетаина гидрохлорида и кушайте поверьте этот совет со своим лечащим врачом потому что тут вы не получите 1 ответ я думаю вы поняли мой намек и если уж вообще рассматривать вот действительно у нас ситуация что установлена повреждение клеток их метаплазии их атрофия там или полипоз значит что кислотность ферментативность будет снижена в таком случае если бы опять будете лить кислоту будет речь хреново в этом случае лучше тогда использовать панкреатические ферменты то есть стандартный панкреатин пускай они начинают работать уже в желудке потом ваша щитовище то вид поджелудочный железа доработает но вы должны понимать что состояние атрофии сниженной кислотности и вот то что рассказал это ближе к возрасту преклонному либо совсем у тех кто сумасшедший либо у тех кому генетика не повезло но в принципе атрофию и метаплазию мы начинаем наблюдать где-то лет 35-40 у обоих полов так что тут все зависит от вас поэтому взвешивайте факторы агрессии и факторы защиты к факторам агрессии относится кислота избыток углеводов потому что они ферментируются и вызывают рефлюкс дальше что с фактор агрессия уже не алкоголь что еще кофе скорее нет чем да когда вот листая целая кофе никак не влияет а вот если вот на хронический гастрит чаще кофе поливать и очень перебарщивать больше одной чашки в сутки скорее склонен тому что да и еще фактор агрессии ну как я мог забыть это же священная дойная корова гастроэнтерологии современной это хеликобактер пилори вот и варить ой вот значит хеликобактер пилори которую винят в гастрите язве и раке тут опять 50 на 50 бывает гастрит хиллари бывает гастрит без пилори но в том случае когда в гастрите есть хиллари пилори скорее всего надо ее полечить антибиотиком или хотя бы теми пробиотиками которые к ней антагонисты вот вот и факторы агрессии факторы защиты это простагландины которые местные вырабатываются системно да есть препараты которые увеличивают простагландины дальше это слизистая сама слизь значит слизистые клетки должны быть тоже качественные туши если слизистые клетки начинают разрушаться заболевать не вырабатывать меньше слизи тоже проблема что еще к факторам защиты но адекватное питание адекватное питание в отношении хронического гастрита это конечно же не переедать иначе слизистая она же как в желудке она же так понимаете на как наслаивается как вот черепица друг на друга и в спокойном состоянии желудок вот размером с ваш кулачок 50 миллилитров 50 миллилитров когда выйдет он растягивается с черепицу так расходится 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 с слизистой точь и точь и точь и точь и точь и если у переели вот вперед выпал я тоже грешно меня такое тоже бывало делать значит ваш желудок уже растянулся там ее активное пищеварение значит кислота воздействует на большую часть незащищенной территории и вот вам еще одно подспорье для хронического гастрита поэтому не переедать сумме не переедать углеводов не стрессовать потому что когда вы персуете у вас угнетается кровоснабжение слизистой опять выработка падает и слизи и кислоты а если пища без слизи и кислоты завершится в желудке начинает ферментироваться гнить уже хреновый исход ну вот я думаю вам достаточный все понятно по вот этому состоянию с кислотностью что он даже подтверждено морфологически жадно еще биопсию брать с эндоскопии и дыхательный вязаный тест чтобы понять если алхи хеликобактер илари будем ли мы эту хиллари гасить вот клинтоном или нет так что такие дела используйте пожалуйста аккуратно это не призыв действию вам нужно спросить целого лечащего врача отличный вопрос спасибо отлично просто супер